Консолидированный бюджет республики за 2020 год исполнен на 99,3%. Большая часть неосвоенных федеральных средств, а это более полутора миллиардов рублей, в этом году будет направлена на проекты, которые не удалось реализовать ранее. Об этом глава региона Олег Николаев сообщил сегодня на сессии Госсовета Чувашии. В своем докладе глава республики отметил, проведена большая работа с федеральными органами исполнительной власти по возврату неиспользованных бюджетных ассигнований в Чувашию. Их направят на строительство детского сада в 14-м микрорайоне Чебоксар и школы в селе Кошмаша Маргаушского района на 108 ученических мест. Часть средств выделят и на рекультивацию, шлама накопителя в городе-спутнике, а также на поставку троллейбусов. Олег Николаев подчеркнул, что Чуваша вошла в число лидеров по реализации социальных контрактов. Их заключено более 5000. Также введен ряд налоговых льгот и дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Глава региона отметила высокие показатели в растеневодстве. По валовому сбору зерна аграрии Чувашии в прошлом году побили все рекорды последних десятилетий. Урожайность составила почти 34 центнера с одного гектара. Это на 28,5% больше по сравнению с предыдущим годом. По мнению Олега Николаева, реальный объем урожая все же значительно выше. Есть нерадивые фермеры, которые не сдают отчетность о произведенной продукции. Здесь важно работать с главами администрации районов и вовлечь таких аграриев в легальный оборот. Затронули и тему создания мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в Канаше. К сожалению, в городе Канаше мы долго разбирались с оборудованием, которое был куплен для организации мусоросортировки. Его до конца почему-то не довели. И вот этот процесс, он тоже сейчас затянулся. В целом решение уже почти найдено. И я надеюсь, в ближайшее время, в ближайшие несколько месяцев, это оборудование все-таки будет вовлечен в оборот. В ходе сессии депутаты всех фракций задавали руководителю региона вопросы, интересовались программой по сохранению и развитию чувашского языка, ремонтом школ и дорог, а также спросили, не планирует ли он в ближайшее время определиться с кандидатурой премьер-министра. На последний вопрос Олег Николаев дал понять, что слагать себя полномочия председателя правительства он не намерен. Елена Михайлова, Андрей Шоклев, Вести Чуваша.